Итак, добрый день. Очередной выпуск нашего подкаста «Избай читания», в котором участвуем мы, Клетников Денис Эдуардович, Мишурин Александр Николаевич и Лошкин Евгений Александрович. Практически традиционный уже состав. Кого обсуждаем, коллеги? Сегодня мы говорим про книжку известного немецкого философа Карла Ясперса «Вопрос о виновности». Александр Николаевич, скажите пару слов. Это как бы мой выбор, и поэтому я должен представить книжку, но я бы хотел сначала представить некую облако проблем вокруг этой книжки. Первое, чем эта книжка для нас с вами оказывается замечательной, она вышла совсем недавно. Перевод буквально выпустили в 2023 году, и если вы эту книжку откроете, то первое, на что указывает автор вступительной статьи, на неприходящую или приходящую актуальность этой самой книги, или вернее будет даже сказать статьи или трактатов. Все-таки на книгу это не тянет. Что касается самого Ясперса, то, в общем-то, вопрос о виновности, понятно, чьей виновности, а именно виновности немецкого народа, Ясперса волнует напрямую, потому что он и является немцем, и пострадал от нацистского режима, причем пострадал от нацистского режима совершенно опосредованно из-за жены. В 1937 году он лишился профессуры из-за соответствующих нюрнбергских законов, в 1938 ему запрещают публиковаться, и вплоть до конца войны он ожидает того, что со дня на день его и жену заберут в ларкере. Но при этом из Германии не бежит, а остается в ней вплоть до 1948 года, и только в 1948 году уезжает в Швейцарию преподавать в Базве. Собственно, вопрос о виновности – это конспект лекций, которые были прочтены буквально по горячим следам в 1945 году, пока под начало только, собственно, нюрнбергского процесса. Ясперс очень сильно ориентируется и очень сильно давит на этот нюрнбергский процесс. Книга выходит в 1946, а в 1963 Ясперс пишет «Послесловие». «Послесловие», в котором он честно признается, что книга ошибочна, и сама по себе она представляет чрезмерный оптимизм Ясперса на момент 1945 года. Оптимизм, вызванный в первую очередь тем, что Ясперс при всей своей многообразности, в смысле многосторонности, он и психиатр, он и историк философии, и философ истории. Историк философии и великая его книжка Ницше. Я советую, если вы не читали, прочесть, по крайней мере, введение. Он и философ истории, термин «осевое время», введенный Ясперсом. Но главное, что нас здесь интересует, он неокантианец, по крайней мере, в начале своего пути. И неокантианство, и кантианство в целом через эту книжку сквозит прямым ходом, в первую очередь, собственно, в ожидании того, что Нюрнбергский процесс так или иначе закончится созданием единого мирового правопорядка. И это и наивность Ясперса, и разочарование, которое, собственно, в 63-м и возникает в послеслое. Давайте немного, буквально пару слов про содержание книги, и потом уже можно будет двигаться по деталям. Книга разделена, на самом деле, на три части. Первая часть теоретическая, где Ясперс разбирает, собственно, понятие вины, говорит об инстанциях, которые могут признавать вину или которые могут признавать виновность, и затем говорит о возможных стратегиях защиты. Вторая часть является практической, где он применяет полученные выводы на конкретном примере немцев после поражения во Второй мировой войне. Ну и там он пытается ответить на три вопроса. Кто виновен каким типом вины, кто может быть оправдан, и, собственно, как быть дальше. Ну и третья часть, это часть, о которой я уже говорил, послесловие, в которой Ясперс ясно признает свое поражение и свой абсолютно необоснованный даже не идеализм, а просто наивность, наивите такую, которая нам с высоты истории кажется совершенно дикой, но которая, мне кажется, уже в его время казалась типой. Потому что ближе к концу книги Ясперс ссылается на некоего знакомого ему философа, который еще в 32-м году говорит, что если Германия не начнет удерживать свои территории в Европе, Москва и Вашингтон просто раздавят страну. И от Германии в геополитическом плане ничего не останется. Ладно, это уже ближе к деталям. Давайте я скажу про, собственно, 4 понятия виновности, если хотите. Или, может быть, у Вас будут какие-то замечания к тому, что... Ну, я думаю, прежде всего нужно обратить внимание на тот термин, который Вы употребляете, а именно термин «немцы». поскольку у слушателей может возникнуть то представление, что немцы – это есть некоторая этническая сущность, нужно здесь указать на то, что Ясперс имеет в виду, конечно, граждан Германии. А именно в это число он включает не только, собственно, немцев, но и всех тех, кто обладал гражданством Германии, то есть сюда же включая и евреев, цыган, и русских, и всех-всех-всех, кто был причастен этому гражданству на тот момент. Позвольте поспорить. В тексте, если хотите, я потом найду, Ясперс говорит о том, что немцы определяются по языку, а не по гражданству. Ну, все-таки, да, немецкое понимание нации, оно такое этноцентричное, культура центричная, поэтому я думаю, что все-таки это развлечение было бы излишним. Говорит о немцах, о людях немецкой культуры, причастных к немецкой культуре. Это стольный момент, потому что следует ли в таком случае обвинять, скажем, немецких швейцарцев? Австрийцев. Нет, 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 швейцарцев. Немецких швейцарцев. То есть половину, примерно, населения швейцарцев. Это чуть более сложный. Я, наверное, ни в коем случае не хочу их обвинять. Это понятно. За австрийцами даст. Это чуть более сложный вопрос, но, тем не менее, Ясперс говорит о языке специально, чтобы не говорить о гражданстве, потому что есть люди, которые сменили гражданство в результате эмиграции, и специально, чтобы не говорить о крови, потому что это было бы уж очень понятной отсылкой. И это правда. Но, однако, когда мы с вами обратимся к политической виновности, мы увидим, что именно гражданство будет иметь здесь решающую роль, поскольку гражданство является тем критерием, который определяет политическую часть человека. Я говорю, что гражданин не может быть. Политическая вина – да, но ведь у нас есть не одна только политическая вина, а у нас есть четыре понятия виновности. И здесь вот приходят виновности. Да. Ну, можешь просто сказать пару слов о том пафосе, который двигает Ясперсом. То есть для чего он эту работу пишет? Потому что мы привыкли воспринимать Германию сегодня как страну, которая наиболее успешно проработала собственное прошлое. Да, раскаялась, как бы отрефлексировала опыт нацизма, и это ставится как некий образец. Да, но на самом деле это случилось далеко не сразу. И, в принципе, Ясперс даже до этого не дожил, потому что он умирает в 69-м году. Через год Вилебранд становится на колени в Варшаве, знаменитый жест. И, в принципе, вот как раз с самого начала 70-х годов, пожалуй, когда выходит на арену политическую вот это новое поколение, поколение 68-го года, вот эта вот тема вины по-настоящему начинает на немецком обществе обсуждаться. А когда Ясперс читает свои лекции, и когда он пишет эту свою книгу по мотивам лекций, в Германии совершенно другая обстановка. Как пишет Ясперс, люди выживают, люди пытаются приспособиться к новой жизни, абсолютная потеря ориентиров, там страшная преступность. Я сейчас, кстати, так получилось, параллельно читаю книгу «Волчье время» такого немецкого исследователя Харальда Йеннера, который описывает первые годы послевоенных в Германии. Совершенно страшные вещи происходили. То есть там полный крах экономики, сигареты как единственная твердая валюта, потому что рейхсмарка, никому не нужна проституция и прочее, прочее. И в этой ситуации немцам как будто бы не до рефлексии. Они просто пытаются выжить. А с другой стороны, люди за пределами Германии склонны часто считать всех немцев преступниками. И вот и то, и другое Ясперса не устраивает. То есть его не устраивает как бы нежелание многих по-настоящему рефлексировать. С другой стороны, его не устраивает как бы неразлечение вины. Помните, он говорит про эти плакаты, которые союзники устанавливают где-то там в городах Германии с страшными фотографиями из концлагерей с надписями «Это ваша вина». И, собственно, он хочет поговорить как раз о этих разных видах вины, потому что в какой-то смысле немцы виновны, а в каком-то нет. Я бы сказал, он хочет освободить немцев от вины, от всякой вины, потому что... Нет. Давайте, давайте. Я думаю, что более корректно было бы сказать, что он хочет освободить немцев. Он не от вины хочет. Да, конечно. Но освободить немцев у него не получается. Это провал. Мечта о том, даже не о денацификации, мечта о том, что немцы станут снова единой страной, в смысле, единым народом. А она не исполнится не то, что до 60-х, она не исполнится вплоть до падения Берлинской стены. Да и сейчас не вполне. Да и сейчас до сих пор не вполне. Вы абсолютно правы. Восточная Германия до сих пор и в экономическом, и в социальном плане считается более отсталой, является более отсталой, чем Германия западная. То есть мечта о объединении немцев, она не осуществилась, несмотря на денацификацию. Но вернемся, собственно, к вине. Давайте я вбрасываю свой провокационный тезис о том, что Ясперс как раз собирается освободить немцев от вины. Для этого он вводит 4 типа виновности. Уголовная, политическая, моральная и метафизическая. При этом он сразу поясняет. Уголовная виновность решается судом, и уголовная виновность отталкивается от действий гражданина. Политическая виновность решается победителем. Моральная виновность решается совестью и принадлежит конкретному одному лицу. Метафизическая виновность решается богом и принадлежит, в общем-то, одному конкретному человеку. То есть единственная ответственность, единственная вина, которая может принадлежать народу, является политическим виной. И при этом Ясперс говорит, что результатом признания вины на каждом уровне является либо наказание на первом, ответственность на втором, раскаяние на третьем и изменение сознания на четвертом. Это автоматом подразумевает, что изменение сознания в немцах не произойдет в результате Нербергского суда. Это автоматом означает, что ни один человек, который не считает себя морально виновным, не является морально виновным. Ну и понятное дело, это означает, что никакой уголовной ответственности за преступления внутри Германии немецкий суд выдать не может. То есть Ясперс сходу отметает всякую индивидуальную ответственность. Ни один нацистский преступник не несет индивидуальную ответственность за то, что совершила нацистская Германия. Даже за то, что он лично совершил. Почему уголовная ответственность? Она их касается. Уголовная ответственность касается граждан. Вы сказали про нацистских преступников. Да, уголовная ответственность касается граждан. Это подразумевает, что только твое собственное государство может тебя судить по законам этого государства. Нюрнбергский процесс, суд союзников над нацистскими преступниками не являются уголовным судом. Они не судимы по законам Германии, хотя они являются немецкими гражданами. Они судимы, и это один из таких больших тезисов Ясперса, они судимы просто как проигравшие. И Ясперс снова и снова и снова подчеркивает, что если бы Нюрнбергский суд действительно был судом и устанавливал бы новый мировой правопорядок, то в нем обязательно возникли бы вопросы насчет преступлений самих союзников. Но эти вопросы никогда не возникли. Таким образом, Нюрнбергский процесс является чистым наказанием от победителя проигравшего. Когда я это читал, меня все время не покидало ощущение, что Ясперс намекает на то, что если бы победила Германия, он бы точно так же оценивал московские или нью-йоркские процессы, которые бы Германия устраивала в суде над Сталином или над Рузвельтом. Да, до 1945 года пока он не сканчивается. Вот такой тезис я вбрасываю. Ну, давайте я тогда попробую контртезис бросить. Пошли вопросы. Да, мне кажется, уже в принципе можно начинать дискуссию. Опуская все моменты, связанные с разграничением виновности, я бы обратил внимание именно на последнюю виновность, на метафизическую виновность. Эта виновность, на мой взгляд, представляется наиболее отбором... Может, я закончу с уголовной, чтобы не прыгать? Окей, окей. Если у вас есть аргументы против уголовной... Дело в том, что метафизическая виновность представляется наименее ясной. Это видно как в ответственности, где Ясперс говорит о том, что в случае с моральной виновностью мы через искупление, через раскаяние приходим к изменению, а в случае с метафизической виновностью он говорит с изменением. Но изменение в сущности это и есть раскаяние. Но изменение самосознания. Это один и тот же принцип, что и раскаяние. Абсолютно идентичны. Разница здесь, я так понимаю, для чего Ясперс вводит именно метафизическую категорию, заключается в том, чтобы разграничить как раз-таки то, о чем вы говорите, разграничить возможность победы союзников над Германией и возможность победы Германии над союзниками. Потому что если мы имеем только политическую виновность, то тогда да, безусловно, Германия судит союзников, возлагает на них те же самые зеркальные какие-то претензии, что и союзники на Германию. И мы таким образом, исходя сугубо из политической виновности, которая является объективной, которая является налагаемой, Мы не можем определить, кто прав, кто виноват. Но поскольку Ясперс вводит метафизическую виновность, Ясперс вводит абсолютную категорию, он вводит категорию Бога. Он говорит нам о том, это его цитата, «философия и богословие призваны осветить глубину вопроса виновных». Он не просто так обращает внимание на богословие. Он понимает, что если мы не имеем эту точку оттолкновения, мы не можем даже схватить саму эту проблему. В чем заключается проблема с Германией? Вот поэтому мне и кажется, что мы не можем ее схватить, потому что, во-первых, метафизическая вина зависит от Бога. И это предполагает, естественно, что никто, кроме Бога, эту вину не определит. И второе, метафизическая вина, как и все другие, кроме политической вины, являются индивидуальными. Они не являются коллективными. Потому что иначе мы могли бы смело сказать, что есть один правильный народ, который был избран Богом, а все остальные должны отпеть от него... Совершенно верно, метафизическая виновность, она индивидуальна. Но это та инстанция, через которую мы можем обосновать истинность претензий, возлагаемых со стороны союзников. Вот, мне кажется, пафос Ясперса заключается в этом. То есть в этом смысле мы можем наблюдать, что метафизика, метафизическая плоскость – это как бы отхок. Я понимаю, это красиво, но это зависит от того, есть ли Бог. Само собой, Ясперс понимает, что если Бога нет, нет никакого основания возлагать вину на Германию. Поскольку если нет Бога, нет никакой возможности утверждать, что те действия, которые совершала Германия, являются преступными. Мне кажется, вообще разница немножко не в этом. Как я понял, различие между моральной и метафизической виной. Моральная вина – это все-таки вина за мой поступок. То есть я сам оцениваю степень этой вины. То есть если я, допустим, считаю, что мое членство в партии национально-социалистов для того, чтобы сохранить университет, было морально оправданным, я могу себя не корить за это. Если же я считаю, что нет, я нарушил некий моральный закон здесь, то я вот на себя эту вину возлагаю. А метафизическая вина – это несколько тоньше. Здесь как бы нет, может быть, конкретного преступления. Но вот смотрите, например, мы там читаем про ужасы Холокоста или про геноцид в Руанде. И мы чувствуем некий ужас того, что случилось, чувствуем некую моральную ответственность за это просто потому, что мы люди. Моральную или метафизическую? Метафизическую. Мы как люди этот ужас совершили. Он говорит про абсолютную солидарность человека с человеком. И вот мне кажется, вот здесь вот разница между виной моральной и метафизической. То есть все-таки моральная предполагает ответственность за конкретный мой поступок, а метафизическая – за то, что сделали другие люди. Я при этом присутствовал, но ничего не сделал. Может быть, ни плохого, ни хорошего. Но я остался жив на фоне тех миллионов, которые исчезли в концлагере. И это значит, что на меня, как на человека, но перед лицом некой абсолютной инстанции, это налагает ответственность. И опять же, вот если говорить про Нюрнбергский трибунал, я не прочитал. Я спросил так, что он пытается как-то поставить под сомнение всю эту процедуру. Он же наоборот говорит, что этот суд, да, он не является позором немецкого народа. И его не нужно воспринимать как суд на немецком народе. Ему почему и важно эти виды вины ввести? Потому что он говорит, что в случае с Нюрнбергом речь идет об уголовной вине. И здесь не немцы, как народ, предстоит перед судом, а конкретные преступники 1, 2, 3, 4, которые отдавали приказы, которые уничтожали людей, которые виновны за конкретное преступление. Удивительно. Да вообще с этим я не согласен. А как? Нюрнбергский процесс неуголовный. Он не имеет никакого отношения к уголовному суду. Там нет уголовного права никакого. Это суд победитель. Нет, подождите, это апелляция к международному праву. Союзники апеллируют международным правом. Невозможно в этой, хотя союзники так и делают, невозможно в этой ситуации. Потому что это не суд. И Асперс так это аргументирует. Если бы это была ситуация международного права, это значит, что обвинитель, то есть, собственно, победившие союзники, не могут быть судьей. Судьей должна быть третья, не заинтересованная в деле сторона. Это прямое определение суда в либеральной мысли. Но так как союзники есть одновременно и прокурор, и судья, это не может быть суд. Это чистая воля победителей, навязанная абсолютно чисто проигравшим. Единственным выходом из этой ситуации может быть, если результатом суда станет установление чистого международного правопорядка, который затем потребует, чтобы преступления союзников были так же осуждены, как и преступления немцев. При том, что Асперс все время подчеркивает, что союзники совершали ровно те же самые преступления. Концлагеря есть и в Советском Союзе. То, что англичане и американцы называют indiscriminate bombing, ковровой бомбардировки, убившие сотни и сотни тысяч ни в чем не повинных людей, производились и американцами, и англичанами. Особенно в этом англичане отличились, потому что они предпочитали бомбить ночью, чтобы сохранять самолеты. То есть бомбить просто в никуда, потому что понятно, что прицельная бомбардировка ночью невозможна в той ситуации. Но так как этого не произошло, Нюрнбергский процесс остается чистым судилищем победителей над проигравшими. Никакой вины в этом нет. Есть ответственность, которую немецкий народ, как гражданское тело, несет. Это позор, это бедность, это, собственно, преклонение колена, это раздробление. Это политическая ответственность. Да, это чисто политическая ответственность. Но это политическая ответственность не подразумевает политической вины. В смысле, это суд победителей над проигравшими, а не суд судьи, не заинтересованного над народом, нарушившим какие-то международные законы. Ну, не знаю, я нигде не почитал, чтобы я просто уравнивал преступления нацистов и действия союзников. Я поищу, если вы хотите. Я постараюсь это найти. Тогда вам придется говорить, пока я буду это искать. Смотрите, он там пишет, что эта война, которую вела Германия, это нечто новое, небывалое. Он говорит про истребление групп населения, про бесчеловечную жестокость, про то, что немцы нарушили на войне принцип Канта, о том, что нельзя допускать действий, после которых в дальнейшем примирение невозможно. И он говорит, что гитлеровская Германия в принципе этим принципом пренебрегла, и она совершила множество преступлений, за которые вполне заслуженно несет свою ответственность. Держи Нечене, не идет речь просто о праве сильного. Хотя, когда он признает, что этот трибунал стал результатом того, что не мы сами себя от Гитлера освободили, а союзники за нас освободили гитлеровский режим. Мне кажется, Александр Николаевич, некоторая слабая часть вашей аргументации в том, что мы не можем считать это судом, мы должны считать это судилищем, заключается в том, что вы исходите, ну как, в общем, отчасти Ясперс, из такого идеалистического представления о суде. То есть, поскольку мы видим, что международное право не состоялось вот в таком абсолютном виде, в котором оно должно было состояться по Ясперсу, следовательно, мы должны признать, что это не есть суд, поскольку там есть заинтересованные стороны и так далее, и так далее. Но это такой довольно казуистический, мне кажется, аргумент. Ведь по форме мы все равно должны признать, это именно уголовная ответственность. Это и была уголовная ответственность в том виде, в котором мы понимаем уголовную ответственность. Как раз таки нет, потому что уголовная ответственность это ответственность гражданина перед государством, а не человека перед какой-то третьей страной, которая судит его непонятно на запросе. Давайте я тогда такой пример. Хорошо. Давайте согласимся в том, что преступления, в которых нацистов обвиняют, а именно преступления против человечности, не являются уголовными. Это не уголовное право. Нет, преступления против человечности, это... Давайте представим себе некоторый схожий пример, который, я думаю, сплошь и рядом мы могли наблюдать в послевоенной Германии. Ясперс пишет нам о Германии в тот период, когда в Германии не было государственности. Означает ли это, что в Германии не было уголовного судопроизводства? Представим себе, что человек, который не является гражданином никакой Германии, потому что он живет, скажем, в английской зоне оккупации, пошел и стырил в буханку хлеба, в этот момент его ловят и судят. Означает ли это, что это не уголовное судопроизводство? Это большой вопрос. Кто его судит? Его судят оккупационные власти. Это уголовное суд. Вообще говоря, уголовная ответственность не связана с гражданством. Если вы не будете, что гражданин Германии совершит преступление, вас также будет судить уголовный суд. Просто ваш заход превращает Ясперса в сторонника АФД, который говорит, что, как и вы, холокост, помните про бомбардировки Дрездена. Да! Смотрите, я открываю страницу 210, где Ясперс прямым текстом пишет. Статья указывала и на совиновность победивших держав. Держав. Не за тем, чтобы спрятать, снять с нас вину, а правда ради. И чтобы воспрепятствовать возможной самоуверенности. Значит, этих самых держав. И ниже Ясперс замечательно сравнивает немцев с евреями на странице 205 и 206. Мол, немецкий народ не может в одиночку нести ответственность за происходящее. Такое случалось только с евреями. Глядя на мировые события, нам позволено вспомнить и Еремию, когда ему после разрушения Иерусалима, потери государства и земли и после, значит, всего того, как его увезли в Египет, когда после всего этого ему еще и довелось увидеть, как приносят жертвы и зиди в надежде на то, что та поможет им больше, чем Яхру. Иными словами, это прямая параллель в его голове. Союзники были бы оправданы, если бы они создали мировой правопорядок. А Ясперс видит, видит воочию, как они вместо этого создают то, о чем тот самый философ 1932 года и говорит. Они создают двухполярный мир, где право не играет вообще никакой роли. Мне кажется, что ключевым настроением Ясперса является как раз неокантианство здесь. И мечта об этом новом правопорядке, который и позволит нам наконец-то с одной стороны очистить немцев, а с другой стороны очистить весь мир. Но этого не произошло. И в этом смысле Нюрнбергский процесс остался просто судом победителя над побежденным. И ничем больше. Судом вполне правомерным. Он же не ставит его под сомнение. Наоборот. Это был бы абсолютно правомерный суд тогда, если бы Германия победила. И судила бы в Москве Сталин... И это не был бы правомерный суд, потому что метафизическая виновность была бы не на стороне. Если Бог есть, но если его нет, а какой метафизическая виновность? Так он вообще не имеет смысла никакого говорить по международной травме. Да, конечно. Либо оно полностью установлено на всей планете раз и навсегда, либо его нет. Конечно. Смотрите, возвращаемся обратно к метафизической вине. Если это действительно так, то союзники тоже несут ответственность, вину за то, что делало советское правительство и американское правительство их собственных стран. За те чудовищные преступления, за то зло, на которое они не отреагировали. Ну, скажи прямо, Ясперс пишет о том, что в том числе и союзники, победившие Антанта, еще победившие в Первой мировой войне, не сделало все, чтобы не допустить Германию. В этом смысле он не слагает и политическую ответственность союзникам. Но, тем не менее, удельный вес, основной вес ответственности и метафизической, и политической, Ясперс возлагает именно на Германию. То есть он не говорит нам о том, что вот мы должны, не внимая на большую часть вины, обращать внимание на меньшую. Нет, конечно, он говорит о том, что немцы должны принять на себя вину. Но его мечта о принятии вины, она не про повинность, она про возрождение Германии как страны. Принятие на себя вины само по себе ничего не дает. Только вот это вот метафизическое перерождение, обновление сознания, вот эта цель. Но эта цель может быть достигнута только индивидами, она не может быть навязана извне. Да, и Ясперс об этом говорит прямо. Я думаю, здесь еще следует сказать о том, с чего начинает Ясперс. Ясперс начинает с того, что он видит бывшее германское общество, пребывающее под грудами бывшего германского государства. И он говорит нам о том, что это общество ничто не объединяет, кроме его разъединения. Вот какими-то такими словами он выражается. И как психолог, как психиатр, он понимает, что из этой ситуации необходим выход в некоторую иную плоскость, в которой бы Германия могла найти способ объединения или восстановления своего единства. Какое духовное обновление, да. Его указание на политическую новость, это есть одновременный некоторый психологический прием, который призван взглянуть на эту ситуацию с обратной стороны. Ведь мы видим, что определенная часть германского общества после войны вовсе отказывалась от своей причастности ко всему происходящему, апеллируя к тому, что, дескать, мы ничего не могли сделать, мы были всего лишь жертвы режима, мы мало того, что отдали свою жизнь, так теперь на нас еще и союзники возлагают экономическую, политическую виновность. И в то же время была другая часть, может быть, меньше, гораздо меньшая часть германского общества, которое вовсе отрицало свою причастность к этому режиму, говоря о том, что они как могли выступали против этого, а потому они не должны на себе нести тяготы после военной жизни. И таким образом как бы воспроизводилась ситуация конфронтации, поскольку одновременно эти части общества, они возлагали друг на друга еще и вину. То есть как бы это препятствовало их единению. И выходя в плоскость всеобщей виновности, политической виновности, Ясперс как бы указывал на то, в каком контексте могла образоваться, во-первых, политическая свобода, которая была, поскольку если немецкий народ был политически виновен, это означает, что он был политически причастен к действиям своего государства, что он был политически свободен. А если он был политически свободен, то в этом может быть некоторый залог будущей политической свободы, которая может быть явлена через раскаяние, через осознание вины. Ну, это вот тоже вопрос. А был ли немецкий народ свободен? Особенно учитывая, что я сейчас постоянно повторяю, что нас освободили. А вот это замечательно, потому что если немецкий народ не был свободен, то никакой политической ответственности мы не можем. Кроме как ответственности побежденным. Нет, смотрите, ну, коллеги, насчет свободы немецкого народа, он там, когда же дальше переходит к неким основаниям, которые могут как бы оправдать в какой-то степени тот ужас, который случился. Он говорит, что одно из оправданий – это как раз диктатура. Тот факт, что Германия жила в условиях диктатуры, и немцам было трудно сопротивляться, потому что любой ваш выход на улицу, любое заявление несогласия означало арест с лагерем, ну, или хотя бы потерю работы. То есть цена сопротивления в диктатуре невероятно высокая. Этого не могут понять люди, живущие в свободном обществе. Одно дело – протестовать против войны в Ираке в Америке 2003 года, другое дело – протестовать в Германии 40-го, условно говоря. Поэтому он говорит про политическую ответственность в смысле просто принадлежности к этому государству. То есть бомбы, которые летели на Киев, Москву или Лондон, это были немецкие бомбы. Немцы привели к власти Гитлера или своим конформизмом, или его прямой поддержкой. Вот в этом смысле мы говорим об ответственности нас, как всего народа. Смотрите, я бы здесь ответил вам, при том, что я в целом согласен с тем, что говорите, я бы дополнил это тем, что Ясперс разграничивает, кажется, государство домодерны и государство модерны. Он говорит нам о том, что после, кажется, после французской, ну, после революции как таковой, после возникновения вот этого политического феномена всеобщего участия в политике, мы больше не можем говорить о том, что народы существуют отдельно от своего правительства. Немцы, живущие в Германии, в Третьем Рейхе, это не то же самое, что, значит, жители Пупуа Новой Гвинеи, живущие под гнетом, кто там ими владел, я не помню. Это несколько различные ситуации. Говоря о политической виновности, Ясперс явно совершенно очевидно указывает нам на то, это его цитата, что каждый человек отвечает за то, как им правят. Даже не свободно государству. Нет-нет-нет, любое государство. Ну, я говорю, даже не свободно. Даже бы свободно, да. Потому что мы попустительствовали этой несвободе, ее торжеству, значит, мы тоже виновны. Это означает, что нет никакой разницы между свободным государством и несвободным. Да, никакой нет, о том и речь. Да, но с другой стороны, Ясперс четко пишет нам, что народ не может быть ни в чем виновен в принципе. Ну, политическая тоже ответственность коллективная. Единственная возможная форма коллективной ответственности это политическая. Да, но политическая ответственность не подразумевает виновность народа. Смотрите, вот эта цитата на странице 63. «Абсурдно обвинять в преступлении какой-либо народ в целом. Преступник всегда только одно лицо. Абсурдно также морально обвинять какой-либо народ в целом. Не существует такого характера народа, чтобы каждое определенное лицо, принадлежавшее к данному народу, обладало этим характером». Да, вы не можете назвать народ преступником, но когда он говорит про репарации или про санкции, это же есть политическая ответственность. Это есть политическая ответственность, но это не вина. На четыре вида вины, конечно. Да, я понимаю, но он же четко дает нам понять, что политическая вина – это просто суд победителя. Тут никакой вины нет. Вина в том, что вы проиграли. То есть не на вашу сторону упала фишка, и все. Если бы упала на вашу, вы бы вводили репарацию. Я думаю, здесь есть некоторые проблемы, которые заключаются в свойствах русского языка. Когда мы говорим «виновность», когда мы говорим «ответственность», мы подразумеваем, что эти слова, они взаимосвязаны. А английские термины «guilty»… Но проблема в том, что это немецкие термины. Нет, это важно. Я знаю, действительно ли в немецком так же, как в русском. Или наоборот, не так. Давайте лучше попытаемся на чем-то согласиться. Давайте скажем, что моральная вина, как и уголовная вина, могут принадлежать только отдельному человеку. Они не могут быть на ложь, на целый народ. Хорошо. Метафизическая вина тоже не может принадлежать народу, потому что у людей прямое отношение с Богом, а не через народ. Соответственно, политическая вина, которая принадлежит народу, при том, что мы знаем, что народ, я только что прочел, не может быть преступником. То есть народ не может быть виновным. Он может только понести ответственность. Коллектив вообще не может быть виновен. Может быть виновен только отдельный индивид. Индивид, да. Но коллектив не индивид. И в этом смысле то, что немцы... Смотрите, это же прямая параллель. Кажется, что Ясперс немного ироничен, когда он выбирает нюрнбергский процесс. То, что немцы нюрнбергскими законами сделали с евреями, выделив их как отдельный народ и начав их наказывать за их в кавычках преступления, то же самое союзники в том же самом Нюрнберге делают с немцами. Хотя Ясперс говорит, что... Нет, все-таки в Нюрнберге же конкретных людей судят, а не немецкий народ. Он же как раз говорит, что не нужно это воспринимать как суд над всем немецким народом. Политическая ответственность, конечно, простирается дальше, чем непосредственно нюрнбергский процесс. Но нюрнбергский процесс для Ясперса регламентирует не вину отдельных людей, он вообще о них нигде не говорит. Ни о Геринге, ни о Гессе, эти люди его не волнуют. Уголовная ответственность его не интересует вообще. Нюрнбергский процесс маркирует наказание немецкого народа как народа, потому что там происходит не только суд над отдельными личностями. Там дальше будет суды над целыми категориями людей. Так называемое дело врачей, дело юристов, куда Карл Шмидт попадет. Там будут обязательно коллективные подходы дальше. Но нюрнбергский процесс в целом маркирует начало политической ответственности немецкого народа, потому что, повторюсь, союзники выступают в качестве судей. Там не третейский суд, который, по идее, должен был быть, если бы речь шла о нормальном международном процессе. Как сегодня, например, две страны спорят по поводу какого-нибудь тарифа. Они обращаются в ВТО, и ВТО, как третейский судья, этот вопрос решает. Нюрнбергский процесс не таков. И в этом смысле говорить об уголовной ответственности подсудимых на нюрнбергском процессе нельзя абсолютно никак. Мы бы смело могли сказать, что если нюрнбергский процесс это уголовный процесс, мы могли бы тогда утверждать, что, я не знаю, казнь какого-нибудь верца Нагиторика во время цезарианского триумфа в Риме, и тоже является процессом за его преступления по отношению к римскому народу. Мне кажется, пафос Ясперса именно такой. То есть, по-вашему, в чем идея Ясперса ключевая в этой работе? В том, что мечта о том, что победа союзников, освобождение немцев от, собственно, гнета жуткой тирании, может в результате перевоплотиться в новый, единый мировой правопорядок, не воплотилась в частности потому, что союзники с самого начала этого не хотели. Они не видели нюрнбергский процесс как создание нового мирового правопорядка. Они видели нюрнбергский процесс как создание просто нового миропорядка, двуполярного мира Москвы и Вашингтона. Напомните мне, в каком году Черчилль выступает с речью о Холодной войне? В 1946 году. В 1946, чуть позднее, чем было написано. Вот уже тогда, мгновенно после войны, всем становится понятно, что речь не идет о правопорядке. Там все-таки все вместе сидят, и советские, и западные юристы. Да, но так они сидят вместе, но они не создают правопорядок. Они не собираются его создавать, их это не интересует. Тогда, по-вашему, выходит, что Ясприс обращается не к немцам в первую очередь, а к миру. Да, конечно. Это же не так? В смысле? Это работа надрисованной немцами прежде всего. Она может быть адресована немцам, но Ясприс дает немцам надежду. Он и сам надеется активно, что этот процесс породит новую эру замечательного мира, единого мира, кантовского мира, всеобщего мира. Но это не происходит. И на чем были основаны вообще эти ожидания? На наукантианстве они были основаны, на абсолютной иллюзии. Он видел, что основное преподие, основное препятствие на этом пути, а именно Советский Союз, победивший Второй мировой войне, не мог никуда деться. А вот он, смотрите, он ведь не только говорит про Советский Союз. Помните, преступления американцев такие же чудовищные, как преступления Советов. Там разницы нет вообще. Да, но кроме того, мы должны еще понимать, что Советский Союз – это государство, которое, в принципе, право имело совершенно другую функцию. Ну, оно было другую, да, конечно, конечно. Ясперс это должен был понимать. Вот смотрите, в том-то и дело, что нет. Именно поэтому в конце он и говорит, что эта вся статья зачем нужен после словия 1963 года. Эта вся статья – это дикое проявление наивности. Дичайшее просто. Статья 1963 года четко указывает, во-первых, что все виновны, а во-вторых, что хотя была возможность создать новый мировой правопорядок, этого сделано не было. Вот теперь должна была, страница 213, теперь должна была начаться новая эпоха. Вечная человеческая тоска увидела сбывающуюся мечту. Это было очень наивно, пишет нам Ясперс. Ну, ведь Ясперс разочарован тем, что в Германии происходит. У него же есть и другая работа известная, как «Куда движется ФРГ», где он пишет о том, что, в общем, ничего не осознали, ничего не поняли, вину не интервизировали. Поэтому, ну, не знаю, мне-то кажется, что здесь все-таки берешься обращение к немцам, разговор с немцами идет, там же он с этого начинает, он этим заканчивает. А у вас, получается, акцент именно на Нербайджском трибунале. Ну, смотрите, опять я просто цитирую, 217-я страница. «Процесс не сделал основой мирового уклада мировое право». Речь именно о мировом процессе. Если бы это была книга для немцев, речь бы шла об индивидуальной вине каждого отдельности. Речь идет только о политической вине, исключительно о политической вине. Но политическая вина международная. Почему? Он там очень много говорит именно о персональной вине каждого немца. Он как раз говорит, что морально… Смотрите, на странице 111 он говорит, если совесть нацистского преступника спокойна, он не виновен. Ну, конечно, да. Если, говорит, существует солдатская честь, и солдат в этой чести, значит, защищал, в кавычках, страну, он не виновен. Но мы его повесим, если он убил конкретного человека, потому что он преступник. Нет. Вот морально именно поэтому нельзя соединять разные типы вины. Уголовную ответственность он может понести, но моральной нет. Но метафизическую – да. И метафизической нет. Нет, метафизическую – да. Потому что если он виновен перед лицом Бога, он виновен перед лицом Бога. Но это только Бог решает. Конечно. Все так же. В этом и состоит один из смыслов развлечения моральной и метафизической виновности. Моральная – это сугубо моя конвенция с самим собой. Метафизическая – это я решаю. Да, конечно. В этом смысле, мне кажется, он вводит в том числе и как бы дополняя дефиниции внешней виновности и внутренней виновности. Это я понимаю, только вопрос-то все тот же. А произносить фразу в 1943 году, подразумевать, что Бог есть, это не наивность? В 45-м. В 45-м, прошу прощения. Это не наивность? По-моему, вся эта книга, она большая наивность. И причем наивность продуманная. Немного обнаглев и спровоцировав вас еще сильнее, можно сказать, что эта наивность продумана именно для того, чтобы с немцев была снята вина. Как же тогда так получилось, что Яспер стал человеком, который, по сути, заговорил в большом счете о немецкой вине, и именно так был в Германии прочитан? Вопрос о том, как Ясперса трактовали в 45-м году, это вопрос времени. До сих пор. Смотрите, там же на вашу цитату я могу перевести контур-цитату. Давайте, это прямо интересно. Я не могу сказать страницу, потому что я не зафиксировал. Но ближе к концу он пишет, что мы, немцы, стоим здесь перед альтернативой. Либо признание вины, которую остальной мир не имеет в виду, но о которой нам говорит наша совесть, станет главной чертой нашего немецкого самосознания. И дальше уже от себя добавлю, тогда мы преобразимся как народ. Либо моральная катастрофа. Да, но это метафизическая вина. Моральная и метафизическая вина. Метафизическая, да. Он говорит в этих же где-то страницах, что вину уголовную и вину политическую можно искупить. Помните? То есть вы можете отбыть наказание, вы можете выбросить репарацию и все. А вот эти две вины будут с нами, с немцами всегда, говорит Ясперс. Прямо это говорит, их нельзя искупить. Но это большая проблема, потому что он уже сказал, что моральная вина сугубо индивидуальна. Если я ее не чувствую, значит ее нет. Ну так он же говорит, что надо покопаться в себе, а вы вспомните, что вы делали. Ну к ней можно прийти. А вот по поводу самокопания на страницах 113 и на страницах 117. Ясперс вдруг говорит нам, что у тех нацистов, у которых нет вины за их преступление, моральной вины, и ее нет, потому что у них есть ложная совесть. У меня к вам сходу вопрос, а как Ясперс понимает, какая совесть ложная, а какая нет? Почему он думает, что это нацистская совесть ложная, а не его собственная совесть, которая сейчас говорит ему, что он виновен? Ну сам факт разделения на истинную ложную совесть подразумевает, что тут такое благотворение. Первейший ответ кроется опять-таки в указании на метафизическую ответственность. На Бога, ну конечно, но на кого еще можно уповать, кроме как на Бога? Иной инстанции быть не может. Но тогда о чем мы говорим? Ну вот смотрите, опять же про моральную ответственность. Он говорит там, что у каждого немца, наверное, хотя и у каждого по словам, найдется повод проверить себя с моральной стороны. То есть каждый немец должен задать себе вопрос, где вы были эти... Да, 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 но при этом он подразумевает, что ответ может быть, я ни в чем не виновен. Я задал себе вопрос, но ответ у меня совесть чиста, моя совесть чиста. Я выполнял приказы. Только он же говорит, что это не ответ в этом моральном разговоре с самим собой. Потому что когда вы говорите, я просто выполнял приказ, это значит, что вы отключаете собственную мораль. Вы говорите, что есть некоторый циркуляр, который мне разрешал сжигать людей в концлагере. Хорошо, можно застрелить тогда еще. Я все делал правильно, потому что был представителем правильного народа. Моралий может быть сколько угодно. Евгений Александрович абсолютно правильно все время нас отсылает к одному заходу. Когда Яскорс говорит о моральной вине, при том, что он говорит о том, что моралий может быть много, если Бог не подпирает нас христианской моралью, моральная вина за убийство других, за массовые убийства, за геноцид не может возникнуть. Но почему? Мораль же не только на религии может быть основана, еще Канта об этом говорит. Но он-то говорит о христианской морали. Именно потому, что метафизическая вина подкреплена Богом. Богом с большой буквы, конечно. Это можно понимать афорически, как просто человечество, некая абсолютная какая-то истина в этом смысле. Я, скажем, был такой религиозный человек, я не уверен, что для него это было так важно. Смотри, я не знаю насчет религиозности, но в тексте, и Евгений Александрович это видит, и видит абсолютно правильно, как только мы убираем Бога из уравнения, как только исчезает метафизическая вина, говорить про то, что есть какая-то одна универсальная правильная человеческая мораль, у нас больше не получается. Ну, я согласен, что тут есть слабый момент в аргументации Ясперса, что если мораль индивидуальна, то какого черта вы нам навязываете ответственность за преступление? Но Ясперс-то и говорит, что давайте поковаемся в себе. Мы-то мы виновны, давайте это осознаем. У него же в этом призыв заключается, в его книжке-то. Он это постоянно проговаривает, что у каждого из нас есть свои тараканы, свои скелеты в шкафу, потому что кто-то вступал в партию, кто-то там зиговал, кто-то еще что-то делал. То есть мы все были конформистами, мы все так или иначе совершали какие-то морально спорные поступки за это время, пока были нацисты у власти. И если мы это не осознаем, движение к новой Германии невозможно. В этом же идея книжки, как мне кажется. Да, я думаю, что Ясперс оценивает осознание собственной политической виновности, собственной политической ответственности, собственной метафизической виновности, как ту единственную инстанцию, используя которую немецкое общество, будущее немецкое государство, сможет выбраться из той ловушки, в которую оно попало, будучи проигравшей стороной в войне. Поскольку если мы видим, что Германия во всех ее отношениях является стороной подавляемой победителя, то Германия ни в коем смысле не может использовать силу для того, чтобы выбраться из этой сложившейся ситуации. Она может, лишь апеллируя к иным плоскостям человеческого существования, лишь апеллируя к метафизической стороне, к метафизическому вопросу, к вопросу какого-то собственного самоочищения, выйти из этой сложившейся ситуации. Ну да, стать лучшими немцами. То есть освободиться не политически, не собственно политически, она не может освободиться политически, но она может зайти как бы с обратной стороны в этот вопрос. Да, это, конечно, все так. Но здесь, мне кажется, нельзя забывать про то, что обновление, которое Ясперс ищет для Германии, в его глазах может быть только обновлением всего мира. Если немцы очистятся от вины, а все остальные останутся виновными, мы снова возвращаемся к метафизической вине. Зло происходит, а ты ничего не делаешь. А ты стоишь и смотришь, а ты весь в белый такой, я очистился. Да, там советы, значит, людей в концлагеря загоняют, американцы снимают президента, выстраивают коровы и бомбардировки, но мы-то очистились. С нами-то все хорошо, у нас-то никакой больше вины нет. И в этом смысле, так как это не было достигнуто, немцы не остались невиновными, не могут очиститься от вины. То есть, либо мы все, либо никто. Это и так, и не так. Поскольку, во-первых, можно вспомнить о том, что Ясперс говорил о довоенной ситуации, и он говорил нам о том, что не только, собственно, Германия, но и союзники Антанты имеют ответственность за то, что случилось в процессе Второй мировой войны. Но также, кажется, в послесловии к этой статье, он говорит нам о том, что за будущее будут нести ответственность победители. То есть, он снимает ответственность за будущее с Германией, поскольку она является страной-пригравшей. И это в каком-то смысле ее возвышает, потому что она не несет уже ответственность. На ней нет никакой ответственности. Кроме метафизической, я возвращаюсь обратно к вам же. Кроме метафизической, нет. Но метафизическая – это та самая ответственность, которая позволяет немцам переродиться, которая и дает обновление сознания. Если мы не снимем с себя метафизическую вину, мы так и останемся в старой парадигме. А старая парадигма очень простая. Кто сильный, тот и прав. А в истории так и осталось. Просто сильные победили, и сильные присудили то, что хотели присудить. И все, ничего не произошло. Ничего не изменилось. Можем ли мы сказать, что сегодняшняя Германия не участвует в силовой международной борьбе, а выступает строго за право? Что бы под этим правом не подразумевалось? Мне кажется, нет. Я думаю, ни в отношении ни одной страны не было. Да конечно, конечно. Потому что международного права нет. Потому что оно не обсадлено. Ну его нет просто, потому что нет инстанции, которая могла бы его отстаивать. Вот в этом проблема. Ну так ее не было и на момент победителей, на момент Нюрбергского в судилище не было. А Яскерс говорит, из него могло выйти новое международное право, новый мировой правопорядок. Ну не вышло же. В том-то и дело, что если не вышло, тогда какое, давайте я утрирую, какое моральное право союзники имеют немцам что-то предъявлять? Ну потому что Германия начала эту войну и совершала преступления. Она просто... Так они совершали те же самые преступления. Яскер же их не уравнивает. Ну я нигде не нашел, чтобы он ставил знак равенства между там Холокостом и, не знаю... Проблема с Германией заключается в том, что она агрессия. Он, да, об этом прямо пишет. Да, нет, Германия, Германия это агрессор, в этом нет сомнений. Но мы возвращаемся обратно к проблеме. Может ли прокурор быть одновременно судьей? Если нет, то это просто судилище. Смотрите, я думаю, Яскерс отчасти отвечает на ваш вопрос в отношении возлагаемой на немцев вины. В одной из частей он описывает те ответы, которые немцы могли бы дать, это кажется во второй части, отвечая как бы на упореки, которые возлагаются им со стороны союзников. И он в том числе говорит о том, что ваш как бы моральный облик, облик морали вашего, не чрезвычайно высоко. Вы не стоите на недосягаемой моральной высоте для того, чтобы нас судить. Но Яскерс утверждает, что это не является оправданием. Возлагаемая ответственность, возлагаемая вина на немецких функционеров, на высший состав рейха, возлагаемая ответственность на немцев, это объективность, и это правомерно. Мне кажется, что мы как-то слишком концентрируемся на нербургском процессе. Вот, по-моему, все-таки задача Яскерса, его идея была показать в том, что подносятся немцы виновны, а с другой стороны нет. Как народ в целом, когда он говорит про этот плакат, это ваша вина, он говорит в трех аспектах этот плакат верен, в одном не верен. То есть его задача, с одной стороны, сказать немцам, что задумайтесь, вы виновны, вы несете моральную и метафизическую ответственность, а с другой стороны, он говорит, что представлять немцев как народ-преступник неверно. И, соответственно, получается, что если вы хотите изобразить немцев народом убийц, преступников, маньяков, то вы мыслите в категориях коллектива, то есть вы, соответственно, повторяете нацистские практики. Тогда что Есперс нам говорит? Что никакой вины да и нет. Есть политическая ответственность, которую мы несем как проигравшие, что мы проиграли, но вины как народа и вины каждого отдельного немца мы обнаружить не можем. Ну вот как народ согласен, но отдельного немца нет. Смотрите, тот факт, что есть такие отдельные немцы, которые, совершая самые чудовищные преступления, могут иметь спокойную совесть, показывает нам, что мы не можем повесить даже на всех преступников моральную вину. Так ее нельзя вешать. Моральная вина, она изнутри идет. Ну так хорошо. Мы даже тогда не повесить, мы не можем ее даже обнаружить. Некоторые преступники не испытывают моральных украдений совести. Ну так он и говорит, если немцы как народ эту работу над собой не проведут, тогда они так и останутся в этом ужасном положении, в котором они находятся. А если эта работа будет проведена, это некая возможность для будущего Германии. Ну хорошо, тогда мы можем согласиться в том, что эта работа проведена не плохо. И немцы остались такими же, какими они и были до этого. Как сказать, с другой стороны, вот это представление о собственной вине, оно же стало частью немецкой идентичности. И эти репарации Израилю, и много чего еще, что Германия делала. Там особые отношения с Россией, которые были до 22-го года, тоже в это все укладываются. Вот эти дискуссии о том, могут ли немецкие танки в полях Украины сегодня ездить заново. Это же тоже все оттуда идет. Да, но как мы видим, ответ тогда могут. Ну в какой-то момент да, но сколько должно было случиться, чтобы положить... Если бы это было по Ясперсу, если бы это действительно было, как Ясперс нам обещает, изменение самосознания, мы бы не видели отката назад. А мы видим явный откат обратно к силовой политике. И несмотря на то, что мы можем говорить, нам хотелось бы говорить о коллективной моральной вине немцев перед евреями, то, что немцы сделали впоследствии, а именно выплата репараций, поклонения, как и в случае с отдельным человеком, мы не можем сказать, являлись ли эти действия искренними, или они являлись показательными. Ну, с другой стороны, вот эта ситуация, что крайне правые партии являются нерукопожатными, и это некое такое табу, до недавнего времени, по крайней мере, было в немецком обществе. Ну, в общем, это тоже все ведь отсюда проистекает. Действительно, но не можем ли мы себе представить, что запрет крайне правых партий был связан сугубо с политической борьбой, а никак не с представлением о вине? Ну, это сейчас есть, то есть там, когда собирается митинг, то есть АФДС, выбирается там рядом соседний, а не антипашистов какой-то. Да, 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 но это уже политическая борьба, а не призы в совести. И давайте мое доказательство вам, правительство ФРГ напрямую, целиком состоит из бывших нацистов, начиная с 60-х годов. Ну, не целиком. Ну, господи, Аденаор, да? Ибо из бывших нацистов, а из людей, которые были в бюрократии. Нет, из бывших членов партии. Давайте мы будем называть нацистов своими именами. Самый очевидный пример – это Курт Кизингер, который был заместителем Риббентропа и стал канцлером в 66-м, кажется, году. Вот. И вот мой к вам вопрос. Запрет, если вот это возможно, это чисто же политическое действие, тут речь о вине никакой не идет. Может быть, и запрет правых партий негласный, и гласный мы до сих пор слышим о, господи, преследованиях правых партий. АФД пытаются запретить с помощью суда. Разве это не просто политическая борьба? Можем ли мы говорить о том, что это 100% результат морального очищения и моральной ответственности? Мне кажется, нет, хотя бы потому, что если бы такое очищение наступило, никаких правых партий бы нем. В смысле, ультра. Ну, правда, вам могут сказать, что их электорат преимущественно на востоке Германии базируется, где эта работа не была проведена. Ну, тогда мы же снова не можем говорить о моральном очищении Германии. В смысле, немцев как единого народа. И это тоже удар, который Ясперс получает. Немцы не стали единым народом не просто потому, что они не обновились, они физически не стали единым народом по результатам Второй мировой войны и Нью-Йоркского процесса. Я имею в виду не судилище над, а в целом процессом победивших союзников. Ну, да, наверное, та работа, о которой писал Ясперс, она не была закончена. И, наверное, этим и вызвана. И вот эта мрачная книжка, одна из последних, про которую я говорил. Ну, и мы в целом видим, что мечты разбились очень быстро. Да, после слове 1963 года показывает, что никакой надежды на обновление у Ясперса уже нет. Ну, там просто провели все ради, как раз эти процессы, они активно начались после смерти Ясперса. Как раз в 1968 год, как такой рубеж. Ну, я бы с вами не согласился, потому что мы уже говорили с вами, что речь о холодной войне происходит в своих чувствах. То есть разделение между союзниками и попытка разорвать Европу на части, кто вспомнит, когда у нас Варшавский паут возник. 55-е. Вот и все. Я имею в виду, это все-таки процесс, который в Германии происходил. А как в Германии могли происходить процессы, если она не была единой? Вы имеете в виду ФРГ тогда? Да, ФРГ. Ну, так это же не Германия. ФРГ – это уже Германия. Давайте будем прямо объяснять. ФРГ – это не Германия, а ФРГ с 49-го года – это уже Германия. Она не является половинкой, она не является частью. А тогда вот ГДР не является частью ФРГ. Это два отдельных... Это я понимаю, но тогда в ГДР что, не немцы, что ли? Ну, вторая Германия. Нет, смотрите, смотрите. Германия – два точки. Проблема заключается... Проблема в атрибутировании – это очень тяжелая проблема, потому что в ГДР ровно так отучали этот вопрос. Вот идите на Запад, вот там сидят нацисты, это они виноваты. Мы здесь пострадавшая страна. И в этом смысле, да, действительно, обращаясь к тому, почему не было проведено соответствующее осмысление в ГДР, мы можем видеть, каким образом вина может быть атрибутирована. Моя как раз мысль состоит в том, что немцы, как народ, не прошли через обновление, ровно потому, что на следующий день после победы союзники раскололись, и началась борьба за власть. Они разделили Германию на две части, и поэтому мечты о том, даже физические мечты о том, что Германия будет единой хотя бы, хотя бы как-то, она умерла на властной борьбе между двумя новыми сверхдержавними. Ну, и мечты Ясперса, они были похоронены задолго, не то, что задолго до его смерти, они были похоронены на следующий день после того, как это было написано. Здесь ведь еще, вот смотрите, что сложно, когда мы все время повторяем, значит, немецкая ответственность, немецкая ответственность, это нас несколько угодит от той проблематики, которая связана с определением конкретного состава ответственных лиц. Можем ли мы говорить, что, скажем, немцы, вступившие в гражданство после 1945 года, в той же мере причастны, значит, и ответственность за то, что совершилось, как и те немцы, которые были, или не обязательно немцы, или евреи, которые были гражданами Германии, скажем, с 1933 года. А я не знаю, Денис Амбарович поднимает, вы не заметили, поднимает ли ясно? Он не поднимает этот вопрос. Он просто говорит, что эта вина, она никогда не может быть исчерпана, то есть получается, что новые поколения немцев тоже должны нести этот груз. В принципе, так Германия ведь и считалась. Но разве можно на них подложить политическую ответственность, если они не были никаким образом к политическим процессам. К политическую можно. Ну нет, все-таки, мне кажется, морально-метафизическую, он же говорит, что эти две можно, уголовную и политическую, их можно, эту вину можно искупить. То есть вы репарации выплатили, и вы как народ, можно наложить их много просто. Можно построить график 30-летней выплаты, репарации, разницы-то не будет. Но они платили, по-моему, довольно долго. Ну вот я об этом и говорю. То есть даже политическая вина может распространиться на поколение и поколение людей вперед. Ну прежде всего, мне кажется, для него это морально-метафизическое. То есть новое поколение немцев все равно этот груз на себя несут. И вот в Германии это же так как бы левыми ощущалось. Вот когда в 80-е годы Гелимонт Кольц сказал, что может быть мы как-то перестанем на Холокосте акцентировать внимание, что-то другое было и позитивная наша история. Там же на него левые в главе с Хабермасом налетели и сказали, ты что вообще говоришь такое? Да, но вот уже сегодня АДФ говорит, что как бы все в порядке. А, извращайте назад деньги. Да, да, да. Ну вот поэтому они не рукоползают на нас. Пока что. Показалось ли вам, что эта книга должна быть влиятельной? Что она должна остаться в истории и философии? Ну, в истории и философии не уверен. Просто мне кажется, она написана по поводу конкретного события. Да, но в истории и философии плохо было сформулировано. В истории вообще. Ну, мне кажется, да. И вот интересно, сейчас заходишь в российский YouTube, если набрать что-нибудь по коллективной вине, очень много всего выходит. То есть это тема, которая в понятных обстоятельствах всплывает каждый раз. Актуальность, да, актуализация. И не случайно вот это введение, вернее, предисловие Николая Пле, вот в этом издании, о котором мы читали, она же все про это. Какие-то параллели можем провести, очевидно, и все эти дискуссии между уехавшими и оставшимися, да, между разговорами о том, почему Apple ID не включается, я не могу холодильник Samsung купить сегодня напрямую, да, почему я за должность и ответственность. Ну, на какие-то вопросы я отвечаю. Какие-то оставляю без ответа, может быть. Если параллель действительно есть, нам придется сказать, что никакой надежды у нас нет. Потому что мы четко видим, что ни одна надежда Ясперса не воплотилась. Ну, я думаю, ответ на этот вопрос должен быть связан с тем, каким образом мы понимаем саму историю. Если мы видим, что движение истории это есть набор случайностей, если победа союзников, так же, как и все будущие, значит, последовавшие за этим процессом, есть просто результат голой случайности, то в таком случае, конечно, никакой. Я боюсь альтернативы считать, что победа союзников была результатом божественного проведения и то, что Господь поддерживал атеистическое государство. Поэтому... Это икону-то вокруг Москвы. Помните, на Сомаляте возили. Да, я видел Баткобедина, видел, да. Это прекрасный обзор. Я предпочитаю... И в таком случае вы сами нас лишили надежды. Ну, не знаю, я как-то более оптимистичен. Мне кажется, что немецкое общество поменялось все-таки. Какую-то работу над собой проделывало. Но не в результате вины, а в результате случайного поражения. Если бы оно победило, ни о какой вине, ни о какой Ясперс никогда бы не говорил. Тогда речь не может идти о высоких материях. Речь идет строго о случайном развитии событий, которые заставляют Ясперса после того, как эти события завершились, сказать, а давайте мы подумаем, как нам дальше жить. Чтобы они завершались? Да, если других заключительных мыслей нет, я благодарю вас за то, что вы прослушали этот подкаст и надеюсь, что он был полезен. Читайте книгу. Следующий подкаст будет еще более оптимистичный. Продолжение следует...